Прочувствуйте это, это игровой контроллер для Xbox, ну потому что Razer сделала его специально по дизайну для Xbox, и посмотрите как все это дело выглядит. Мне нравится, что здесь зеленые вставки, и это прям его украшает реально и делает намного круче, чем стандартный контроллер, который идет в комплекте. Это я вообще прям зуб даю, что вот он намного круче, но у него есть огромнейший минус, просто большой, он проводной. Этот провод хоть и длинный, хоть и здесь можно программировать, то есть ремапить кнопки, но контроллер проводной. И для ПК гейминга это не страшно, но для консоли, которая стоит, к примеру, у меня всегда рядом с телевизором, а ты сидишь как бы от телевизора метра на два подальше, и вот этот провод всегда тянется через комнату. Вот в этом-то и заключается полный облом для меня, по крайней мере. Всех приветствую, меня зовут Илья, а это обзор и опыт использования на контроллер Razer Wolverine V2 в дизайне для Xbox. Поехали! Велком, друзья! Значит, такой у нас сегодня сетапчик Xbox Series X, ну он полностью в черном цвете, вы знаете, что сверху там немножко виднеются зеленые цвета, они не подсвечиваются, вот просто если ты на него сверху под определенным углом будешь смотреть. Значит, зеленая тема на Xbox и Razer, так как их, конечно же, любимый цвет это зеленый, всегда выпускает контроллер, это уже версия вторая, то есть как бы, короче, новая модель Wolverine V2, то есть это Росомаха. Он довольно-таки доступный на самом деле, потому что контроллер сейчас есть и за 20 тысяч рублей, и за 15, данная вещь стоит 9 тысяч рублей, и то можно найти дешевле. Главное, конечно, здесь, как он ощущается в руке и что мы вообще будем с ним чувствовать. Я вам скажу, что ощущается в руке он просто потрясающе. Вот, блин, в отличие от стандартного контроллера, это прям вообще очень секси. Здесь вот эта вот реберистая поверхность, она резиновая, прям вообще шикардос, реально очень шикарно сделана. Здесь материал немножко лучше по тактильным ощущениям, чем на оригинальном контроллере, потому что оригинальный контроллер, как вы знаете, его сделали более таким шершавым везде. Здесь шершавые вот эти триггеры, и ранее они были у нас прям вообще типа глянцевые. У нас R1, R2, L1, L2, и в принципе все. Некоторые покупают элитный контроллер от Xbox, а по факту вот прям таких мега супер отличий, конечно, между контроллерами предыдущего, там, One X и Series X нету. Только вот в том числе, что они вот прям, я тут реально шероховатый такой стал, более хорошо в руке лежит. Но вот эта вот пластмасса, она прям, ну реально вот стрёмная. То есть вот эта вот шероховатая, она, знаете, такая вот, она начинается вот здесь вот, и то есть ты ощущаешь, что она довольно-таки дешево, что ли. Но она не то, что дешево выглядит, она ощущается очень дешево, то есть реально прям очень дешево. Но здесь классно подсвечивается логотипчик вот этот Xbox. Это реально круто сделано. На Wolverine V2 здесь у нас логотипчик не подсвечивается, но есть большая белая клавиша, которая меня на самом деле смущает, потому что она очень, она реально очень яркая. И в ночное время, когда ты играешь, она прям тебе в глаза светит офигеть как. Как её отличить я, честно, не нашёл, искал, не получилось. Значит, здесь у нас, по сравнению с оригинальным контролем, здесь у нас вот прям, это такая, знаешь, резина. Прям реально резина, и это офигенно ощущается. Триггеры имеют ограничители, то есть здесь у нас классно будет в гонках, но если мы делаем ограничения, то у нас меньше ход кнопки получается. И мы быстрее реагируем на всё, что происходит на экране. Это круто, что есть такая настройка. Далее, появились две дополнительные клавиши, они называются M1, M2. Их можно настроить, как тебе нужно, пожалуйста. И всё это делается через проложение, пожалуйста, можно для, к примеру, проложение Xbox для Microsoft. Здесь по кнопкам осталось всё то же самое, то есть это скриншоты, поделиться, меню. Ну, и также клавиша Xbox, она тоже, ну, физическая, но она включает консоль, но подсвечивается вот этот логотип, точнее не логотип, а просто вот белая полоска. Но она вот, она реально яркая. По самим стикам. Классные стики, лёгкие. На самом деле, вот насчёт нажатия кнопок, тут реально приходится вот, реально привыкать. Потому что Razer применяет специальные кнопки, короче, называется она, вот, если я правильно считаю, Mecha Tactical Action Button и Depart. Короче, вот этот вот Mecha Tactical, короче, звук нажатия кнопок, конечно, другой. Сейчас я вам дам послушать и, пожалуйста, вы можете его сейчас послушать. То есть ты прям, ну, реально слышишь, что вот у тебя нажимается. И знаете, что я скажу, поиграв в вечерочек второй-третий, я к этому привык. То есть ты просто чувствуешь нажатие кнопки, и это круто. Ну, дело привычки, на самом деле. И на дипаде у нас то же самое происходит. В отличие от обычного контроллера, здесь. То есть такая, вот, знаешь, прям, она как будто болтается. Но всё познаётся в сравнении. Дипад немножко, ну, в дизайне изменился, ну, как бы, много ему не прибавило. То есть здесь, знаете, вот после, к примеру, даже вот этого, вот это ощущается дёшево. Не знаю почему. Хотя я очень большой прям любитель оригинального контроллера Xbox прям вообще. Тоже есть подключение по джеку 3,5 мм. Он комбинированный. То есть можно сразу подключить сюда и наушники, и, соответственно, микрофон. Ну, по ходу видео вы могли понять, что вот тактильно мне он реально очень понравился. Но мне очень, конечно, не нравится, что он проводной. И вот я говорю, что касается ПК гейминга. Ну, вот ты сидишь перед компьютером, и мне это удобно. Но когда ты сидишь, к примеру, перед телевизором с консолью, потому что сделан-то он для Xbox, и обычно я играю на консолях на большом телеке. Вот. И ты сидишь подальше от него. Кабеля, конечно, хватает. То есть он реально длинный, прям вообще с запасом. И, ну, к сожалению, через всю комнату он тянется. Это не всегда удобно. Вот. Ну, он проводной. Ну, ладно, всё. На этом, наверное, закончу свои придирки. По всему остальному, и ещё могу вот отметить, да, что именно очень сильно светится белый индикатор. По работе контроллера вообще шикардос, реально шикардос. Классно сделали. Никакой лишней подсветки, ничего нету. В дизайне Xbox сделали. Красота. Вот. Главное, по ощущениям, ты ощущаешь, что это, прям, это вещь. Подключаясь к Xbox, при помощи такого специального переходника коннектора, здесь у нас USB, и здесь такой специальный разъёмчик специальный. Вот. При помощи, я так понимаю, вот этой штуки можно как раз, ну, чего-то вот здесь вот специально можно и ремапить именно клавиши. Вот. Такое специальное рейзерское подключение. Ну, сюда можно, типа, сзади, если ты оставляешь, чтобы там всё это дело не болталось, как-то. Хотя, я не знаю, не думаю, что часто контроллер прям отключается от консоли или от ПК. С вами был Илья. Приверяйте канал, заходите, подписывайтесь. Поподробнее про этот контроллер сможете почитать по ссылке в описании, на официальном сайте оставлю. Ну всё, давайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok